Лето, море, солнце, пляж. А что делать, если ты в югре? Ведь все лето на море тоже не проведешь. Нужно и дома, например, в окружной столице чем-нибудь заниматься. Мария Ишматова, заведующая детским сектором культурно-досугового центра «Октябрь», расскажет чем. Мария, доброе утро. Мария, доброе утро. Лето, потрясающая погода. Чем заниматься нашим жителям и гостям окружной столицы? Я говорю сейчас про праздник выходного дня. Что это такое? Начну с того, что мы являемся соисполнителями межведомственной программы. Программа «Вот какое наше лето» уже многие годы. И в рамках этой программы каждое воскресенье с июня по август в парке Бориса Лосева культурно-досуговый центр «Октябрь» проводит концертные развлекательные игровые программы для жителей и гостей города. Какому возрасту, населению какого возраста будет интересная программа? Ноль плюс. И совсем. От мала до велика. Также в рамках праздника выходного дня, уже третий год в этом году будет, мы проводим программу, которая называется «Час здоровья». Итак, что это такое? Это поддерживающие занятия спортом. Мы приглашаем ведущие фитнес-клубы города Ханты-Мансийска. Ух ты! Да, и они для жителей проводят мастер-классы. То есть они показывают упражнения на открытом воздухе, и все желающие повторяют. Очень развитое направление зумба-фитнес, дэнс-микс, поддерживающие занятия йогой, все это у нас было в течение двух лет. Было, есть и будет. Да, было, есть и будет. Получается, если заниматься этим регулярно, и каждые выходные посещать парк Бориса Лосева, можно похудеть, привести себя в форму? Конечно. К зиме-то, как раз. Ну, помимо фитнеса, помимо формы, для души. Что будет для души? Вот тем людям, которые практически в идеальной форме находятся... И приходят такие на лавочку для души. Приходят на лавочку такие, и для души мне. На лавочку послушать концертную программу наших творческих коллективов Культурно-досугого центра «Октябрь». То есть они никуда не... Бедные коллективы не уезжают? Да. Ну, мы распределяем так их отпускное время, чтобы кто-то здесь оставался из творческих сотрудников, кто-то пел. Ну, а также, чтобы было не только послушать и посмотреть, но можно было и поиграть маленьким детям во время этих программ. То есть игровая программа тоже какая-то? Обязательно, обязательно. Ну, с выходным днем все более-менее понятно, есть чем заняться. А что еще, Маша? Вот для тех, кто не сможет приехать, допустим. Также, помимо выходного дня, мы второй год уже пробуем выезжать, будем пробовать выезжать в каждую среду в парк Лосева. То есть парк Лосева у нас будет охвачен в среду и воскресенье. В течение лета у нас в городе лагеря с дневным пребыванием работают, и все желающие могут привезти деток, те, кто находятся в лагере, и те, кто не охвачен организованным отдыхом, могут также прийти в среду, приходят с детскими садами. А записать детей в каком возрасте можно в лагерь дневного пребывания? А, ну, они, как правило, пришкольные лагеря. Но также есть... А, то есть их от школ, да, как-то? Да, первоклассники, будущие первоклассники. Так, ну, для тех, можно так сказать, ленивых, кто, может быть, не хочет ехать в центр города, в парк Лосева, сейчас хочется спросить о празднике двора. Можно в своем дворе развлечься? Что это такое, да. Для тех, кто хочет просто во двор с идеальной фигурой выйти и с балкона, может быть, посмотреть, что же там происходит. Этот проект мы реализовываем впервые, поскольку выиграли грант в программе социальных инвестиций «Родные города Газпром нефти». Вот. И некоторые жители города окунутся, станут участниками этого проекта. Мы выбрали шесть площадок дворовых в городе. И будем реализовывать именно праздник двора. Это будет концертная программа, это будут игры, танцы, веселья. Но жители соседних дворов или вообще случайно проходящие мимо люди могут принять участие в праздник? Конечно, конечно, все желающие. То есть мы выбрали шесть дворовых площадок в городе, на которых будем реализовывать этот праздник. А вот узнать о площадках можно ли? Узнать о площадках вы сможете на сайте КДЦ «Октябрь», также в социальных сетях. В нашей группе. Да, в наших группах. Ну и на сайте администрации города. Маша, и там же можно узнать расписание выходного дня, да? И если какие-то еще появятся новые идеи и предложения для жителей и гостей окружной столицы, тоже можно будет смотреть. Мы планируем, это у нас в этом году, скажем так, отправная точка. Мы планируем почаще, ну ежегодно сделать, ежегодно мы это мероприятием. А расширять площадки, чтобы тот двор, который был по соседству, сказать, вот нам бы тоже такой праздник, и пойдет и обратится в культуру. Пожалуйста, мы, жители могут обращаться к нам, звонить, писать. Все пожелания мы учтем и постараемся сделать. То есть с паспортом на квартиру и с кадастровым паспортом можно не приходить. Туда пустят всех, в принципе. Маш, ну мы знаем, что есть еще вечерняя программа, кроме того, что можно днем оздоровиться, попрыгать, послушать музыку. Вечером можно еще потанцевать. Конечно. Еженедельно, с июня по август, все школьники, начиная с 14 лет, могут посещать дискотеки для старшеклассников и енот. С 14 лет и до? До. Ну просто может быть кто-то школьник и до 19, и кто-то второй год. До 18 лет. Ага, до 18 лет. Нужно с собой на дискотеку принести? Что? Нужно при себе иметь копию паспорта или фотографию паспорта в телефоне. Так, хорошо. Дискотеки с июня по август. Какое время молодежи собираются? 7 часов вечера, культурно-досуговый центр, октябрь. Все дискотеки у нас проходят тематически. То есть, если тебе 14 и нет еще 18, у тебя есть скрин твоего паспорта, хорошее настроение и желание исполнять джигу-дрыгу, мы ждем тебя с июля по август в культурно-досуговом центре «Октябрь». Спасибо, Маш, большое. Мария Шматова была этим утром с нами. Мы желаем вам хорошего продолжения этого летнего дня.